Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Мировой океан – это самое неизведанное и загадочное место на нашей планете. Мы изучили его флору и фауну лишь на треть. Куда смогли дотянуться или донырнуть, это целый другой мир. И мне кажется, летать на Марс нам еще рано, со своей бы планетой разобраться. И, как положено всем мирам во Вселенной, там тоже должен быть свой сверхразумный организм. И именно к ним относятся наши сегодняшние гости. Встречайте дельфиновых. Не путать с афалинами, обычными дельфинами, к которым мы так привыкли. Дельфины весьма разнообразны. Начнем с классификации. Дельфины – это семейство морских млекопитающих из зубастых китов инфраотряда китообразных. В семействе выделяются следующие роды и виды. Пестрые дельфины Дельфины – белобочки Карликовые касатки Гринды – черные дельфины Серые дельфины Краткоголовые дельфины Китовидные дельфины Касатки Бесклювые дельфины Длинноклювые дельфины Крупнозубые дельфины Ну и афалины Объединяет всех этих дельфинов одно, они считаются одними из самых умных обитателей на нашей планете. Но начнем с родителей. По предположениям ученых, кошелоты, киты, дельфины и морские свиньи произошли от одних предков, которые населяли нашу планету миллионы лет назад. Этих всеядных доисторических животинок с копытами называли мезонихидами. Считается, что они жили около 60 миллионов лет назад, распространяясь по современному азиатскому континенту, а также акваториям Средиземного моря. Мезонихиды большую часть своей жизни проводили в воде, поэтому их внешний вид начал меняться. Несмотря на то, что предками китообразных, а также дельфинов являются эти самые мезонихиды, ближайшие предки дельфинов — бегемоты. Об этом свидетельствуют исследования на молекулярном уровне. Хотя по этим же исследованиям мы ближе всего к свиньям. Некоторые ошибочно полагают, что дельфины — это рыбы. Однако дельфины относятся к категории морских обитателей, которые дышат воздухом, а не с помощью жабр, как те самые рыбы. При этом дельфиниха выкармливает дельфинят самостоятельно, поэтому дельфинов называют млекопитающими. Кто не знал млеко — это молоко. Размеры у дельфинов очень разные. Например, косатка достигает длины порядка 9 метров, набирая вес до 8 тонн. Но в среднем взрослые дельфины вырастают до 2,5 метров в длину при весе до 300 кг. Кушать все дельфиновые, несмотря на свой вид и размер, любят исключительно рыбку, но иногда не брезгуют и моллюсками. Каждый дельфин за день может съесть до 30 кг рыбы. Почему так много? Все дело в том, что дельфинам необходимо постоянно регулировать температуру своего тела, особенно в условиях, когда температура воды находится на уровне нуля или ниже. Чтобы достичь необходимого процесса терморегуляции, дельфинам нужно постоянно и много есть, поддерживая толщину подкожного слоя жира. Именно поэтому дельфинчики постоянно в движении, просто они постоянно ищут, где бы урывать чего вкусненького. И только с наступлением ночи эти морские инопланетяне немного отдыхают. Да, и кстати, дельфины не спят, они просто зависают в толще воды, периодически поднимаются на поверхность, чтобы подышать. Во время отдыха они способны отключать по очереди то левое, то правое полушарие мозга. То есть спит только одна половинка мозга дельфина, а вторая бодрствует. Именно потому, что дельфину надо постоянно дышать. Догоняя косяк рыбы, дельфины его окружают со всех сторон и принимаются за обед. Они могут бросить этот косяк или следовать рядом с ним. Например, когда снова проголодаются, они начнут опять атаковать несчастных рыбёх. Это может продолжаться до тех пор, пока из косяка рыб не останется и следа. Чтобы определить, где в море находятся дельфины, ну, чтобы сделать селфи, достаточно обнаружить косяк рыбы. А косяк рыбы можно обнаружить по стае чаек, которая также принимает участие в данном пиршестве. Всё логично. Логично и то, что все эти культурно-массовые мероприятия невозможны без заранее спланированного сговора. Именно поэтому дельфины дико социальны и общительны. А для этого они отрастили себе большой мозг. Размер мозга дельфинов в соотношении с размером их тела гораздо больше, чем у шимпанзе, а их поведение указывает на высокую степень умственного развития. Мозг взрослого дельфина весит около 1700 граммов, а у человека в среднем 1400, а еще у дельфинов в два раза больше извилин в коре головного мозга, чем у нас. Ну и кто после этого умнее? А еще они обзавелись суперспособностями. Дельфины разработали целую систему звуковых сигналов. Сигналы дельфиньего языка делятся на два типа. Эхолокационные служат дельфинам для исследования окружающей обстановки. И щебеты или свист — это для коммуникации с сородичами, также выражающие эмоциональное состояние дельфинов. Да, эмоции у этих рыбок тоже есть. Подобные звуки испускаются на очень высоких ультразвуковых частотах, недоступных человеческому слуху. Звуковое восприятие людей находится в полосе частот до 20 кГц, а дельфины используют частоту до 200 кГц. А в языке дельфинов ученые уже насчитали 186 разных свистов. У них примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека шесть. То есть звук, слог, слово, фраза, обзац, контекст. И даже есть свои диалекты. Дельфины способны к присваиванию и распознаванию имен. Поэтому, когда будете в отпуске делать то самое селфи с дельфинами, будьте с ними вежливы и обращайтесь по имени. Ну и о любви. Здесь все сложно, и о темной стороне этих морских инопланетян я уже рассказывала в другом ролике. Сегодня же только о хорошем. Дельфины — это единственные обитатели морей и океанов, которые появляются на свет не головой вперед, а вперед хвостом. Период беременности дельфинов — 10-18 месяцев. Обычная дельфиниха приносит одного дельфиненка длиной до 60 см и некоторое время заботливо его храняет. Обучаем мастерству охоты на косяки рыб. Растут дельфины медленно, соответственно, и долго живут до 60 лет. Например, косатки. Рекордсмен по долголетию в замкнутом пространстве был дельфин по имени Моби. Он прожил 58 лет. Кстати, существуют не только развлекающие голых обезьян дельфины, но и боевые дельфины и лечебные. Боевые дельфины — это дельфины, обученные в военных целях, а лечебные применяются в дельфинотерапии в методе психотерапии с сомнительной эффективностью. А еще интересный факт. Прежде чем построить подводную лодку, ученые долго изучали технику движения дельфинов, потому что они умеют управлять обтекаемостью своего тела. К сожалению, не всегда и не везде люди с любовью относятся к дельфинам. Например, в Японии охота на дельфинов разрешена, едят их и на Фарерских островах. Только четыре государства запретили у себя строить дельфинарии и содержать дельфинов в неволе. Это такие страны, как Чили, Коста-Рика и Индия, где считают, что дельфины, как и люди, должны быть свободными. К сожалению, на этой самой свободе на дельфинов постоянно охотятся бабушки-косатки. Странно, но дельфины миролюбиво относятся ко многим морским обитателям, но при этом совершенно не уживаются с косатками. Если вы еще не забыли, они родственники. Несмотря на это, косатки постоянно охотятся на сородичей. Тайна этого противоборства логика до конца не ясна. Может быть, вы прольете на эту тайну свет? Почему косатки так не любят дельфинов? В чем эта природная логика? Обязательно напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова